Здравствуйте, это программа подробностей. Сегодня подробно о том, что нас заседали депутаты Рязанской городской думы вместе с нами, глава муниципального образования города Рязань, председатель городской думы Андрей Кашаев. Еще раз добрый день, Андрей Анатольевич. Так, что же мы сегодня приняли? Ну, наверное, самое главное, на прошлой неделе в Рязанскую городскую думу был внесен бюджет города на 2015 и плановые периоды 2016-2017 годов. И сегодня на заседании Рязанской городской думы на 26 сентября были назначены публичные слушни, на которых этот проект бюджета пройдет обсуждение не только в депутатской среде, но и со всеми желающими жителями нашего города. Да, соглашусь абсолютно. Единственное, 26 ноября. 26 ноября, да. Действительно, недавно был внесен этот документ, и администрация города сделала свою работу вовремя, согласно всем графикам, согласно всем тем лимитам, которые федеральный бюджет предусматривает для регионов, для муниципалитетов, региональный бюджет, соответственно. Поэтому, когда формируется городской бюджет, безусловно, идут ссылки, идут взаимодействия на уровне документов с бюджетами высших уровней. В России четкая финансово-бюджетная политика, достаточно стройная, поэтому, исходя из этого, и был составлен бюджет нашего города. Это бюджет непростой, 2015 года. Бюджет, в котором расходы не должны превалировать в значительной степени над доходами. Ну да, дефицит верен к минимуму. И действительно, политика и Российской Федерации, и правительства Рязанской области, она направлена на то, чтобы бюджеты были бездефицитными. Это очень правильно. Как бы ни было сложно и напряженно, тем не менее, это должно способствовать, во-первых, реальной проработке налоговой базы, которая есть у нас. Те моменты, которые связаны с налогообложением, и многие сегменты, они, в общем-то, здесь, в силу разных причин, они выпадают из поля зрения. Там, где можно найти дополнительные источники доходов, причем так, чтобы это было очень выверено, это люди это не ощущали в значительной степени. При этом мы понимаем, что каждый город, каждый муниципалитет Российской Федерации, сколько денег привлечет и заработает, вот отсюда должны выстраиваться и потребности. В каждой семье, наверное, так и происходит, когда есть определенный уровень заработной платы, соответствующим этому уровню должны быть и расходы. Другое дело, многие расходы носят обязательный характер. Вот здесь уже база налогообложения, на наш взгляд, она должна быть очень такой стабильной, очень выверенной, и обязательные статьи расходов, или очень важные, действительно, для жизни нашего города, должны быть пополняемы и выполняемы. Что касается характера бюджета, то он носит, как и в прошлые годы, социальный характер, направленность социальная и основные расходы идут на потребности социальной сферы. Мы не должны забывать о тех указах, которые подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, касаемые улучшения качества жизни работников бюджетной сферы. И эти указы также лежат в основаниях формирования бюджета города Рязани 2015 года. Согласно нормативным документам, этот важный труд, скажем, финансовый на следующий год, его необходимо обсуждать, в данном случае, на публичных слушаниях. Вот сегодня бюджет 2015 года, он адресован на публичные слушания, которые пройдут 26 ноября всего года в здании муниципалитета на улице Радищева, 28, в Малом зале. И, безусловно, все, кто пожелает высказаться, выскажутся, а дальше уже мы будем рассматривать, так сказать, целесообразность вот этих замечаний, их доказательную базу, насколько это действительно необходимо. А еще одно важное решение, которое было принято сегодня на заседании Рязанской городской думы, скверу, находящемуся в Дашково-Песочне, рядом с кинотеатром «Октябрь», присвоено имя нашего великого земляка, автора гимна России, гимна Советского Союза Александрова. Речь идет о сквере Александрово в районе КДЦ «Октябрь». И вы знаете, что у нас в эти дни проходят важнейшие события, это прирученные и к дню рождения нашего Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, прирученные к Дню Героев. Кстати говоря, ведь несколько лет назад Рязань первая в Российской Федерации отметила День Героев, а в этом году он также широко проводится, и организаторами этого являются правительство Рязанской области, Рязанский территориальный гарнизон, непосредственно десантное училище, администрация города Рязани. И в эти дни проходят мероприятия, очень важные, посвященные этим большим событиям. В том числе и открытию будет открыт бюст Александрову, нашему прославленному земляку, выраженцу села Плахино, автору гимнов Российской Федерации, Советского Союза. И, безусловно, это наша большая гордость. Поэтому, знаете, когда говорят «сквер Александрова» и «александровский сквер», немного вспоминаешь и московскую территорию, хотя я понимаю, что это разные люди, но какая-то аналогия какая-то есть здесь. Очень важно увековечивать имя, имена тех людей, которые действительно вложили свой труд, свой талант в развитие нашего государства, так как сделал это наш прославленный земляк Александров. Ну, и еще одно имя мы увековечили сегодня на заседании. На доме по улице Свободы появится мемориальная табличка, что в этом доме жил Геннадий Михайлович Яхнов, герой Советского Союза, который, к сожалению, в этом году покинул. Да, мы в этом году его поздравляли с 9 мая. Он, в общем-то, был в таком радостном, праздничном настроении, хотя действительно проблем со здоровьем в последнее время у Геннадия Михайловича было достаточно много. Но это необыкновенный был человек, необыкновенный энтузиаст, оптимист по жизни, который действительно давал большой пример всем тем людям, которые его окружали. Тот его большой опыт и действительно жизненный подвиг, который выпал на его долю, который он совершил, это дорогого стоит для каждого рязанца, а не только рязанца. И тот его фронт работы, когда он возглавлял и городской совет ветеранов, когда он уже находился на заслуженном отдыхе, он постоянно был востребован нашим городом. Недаром ему было в свое время присвоено звание почетного гражданину города Рязани. К сожалению, мы простились с ним не так давно, с Геннадий Михайловичем, но это очень важное, очень знаковое событие, когда на его доме будет установлена памятная доска, говорящая о том, что именно в этом доме на протяжении многих лет проживал Геннадий Михайлович. Поэтому мы здесь очень тоже радуемся этому, считаем, что это правильно и это такая добрая традиция, она должна быть продолжена по отношению к нашим героям. От Рязанской городской думы сегодня многие ждали объявления конкурса на замещение должности главы администрации города Рязани. Как известно, прежний глава Виталий Артемов ушел досрочно в отставку и сегодня на заседании, опять же скажу, многие ждали, что будет объявлен конкурс. Конкурс мы не объявили пока, мы доработали, скажем так, нормотворческую базу и, наверное, важно сейчас донести до людей. Да, мы его объявим в ближайшем будущем. Могу сказать о том, что нам необходимо было принять важные изменения в положении о проведении конкурса. Они касаются изменений во федеральном законодательстве относительно процедур выборов сети менеджера. И мы это сегодня сделали. Мы утвердили изменения в положении, поэтому остальные процедуры будут в ближайшее время приведены согласно тем планам, которые были уже разработаны и по которым мы, скажем так, в этом направлении двигаемся. С публикацией вот этих изменений в положении о процедурах выборов и о чем я только что сказал, как раз они вступают в силу и это дает нам уже полное право и основание уже прийти к вопросу о назначении выборов, назначении конкурса, вернее, на замещение главы администрации города Рязани. Как я уже сказал, в ближайшее время это будет сделано. Спасибо, Андрей Анатольевич. Андрей Кашаев, председатель Рязанской городской думы, глава муниципального образования города Рязань был сегодня гостем программы подробности.